ИНОСТРАННЫЙ ЖУРНАЛИСТЫ Иностранные журналисты приезжают уже завтра. Позаботьтесь о том, чтобы они пришли в восторг не только от аукциона, но и от отеля. Иначе я убью вас вот этими вот руками. С красивым новым маникюром. Что у нас с добавлением национального колорита? Что мы в результате делаем? Да, я пригласил цыган. Мы же планировали кубанский хор. Хор 30 человек. Не прокормить, не разместить. Цыган шестер. Пять людей и медведь. Цыгане будут олицетворять Россию. Цыгане будут петь. А олицетворять Россию будет медведь. Главное, чтобы он не сожрал никого. По крайней мере, не иностранца. Ну, я на вас надеюсь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сон, я хотел извиниться за Вадима. Я всегда знала, что ты козлина, Зуева. Я не хочу тебя видеть никогда. Ну, вот, собственно, и все, что я хотела вам сказать. Миша, помощь тебе нужна. Что случилось, Игорь Павлович? Литр? Случилось. А может, не? О, не знала, что мой бизнес-партнер такой спортивный мужчина. А, извините, да, я не одет. Ну, напротив, вам очень идет наше фирменное полотенце. Давайте так. Я оденусь, и мы встретимся с вами в ресторане. Давайте так. У меня совершенно нет времени, поэтому вы будете одеваться и разговаривать. А я обещаю сделать все возможное, чтобы отвернуться. Хотя мне это будет сделать очень непросто. По-моему, ты преувеличиваешь. Элеонора для него слишком... Старая? Значит так, объясняю тебе, как спортсменке. Элеонора – это мастер секса международного класса. И если она положила глаз на мужика, то у него нет шанса. Бред. Он меня любит. Канаева, пока ты тут будешь верить в любовь, Элеонора на твою Петю не только глаз положит, но и вся уляжется. А в который час? Два. Еще ночь? Нет, уже день. Двадцать дней, мы нечили. Двадцать дней. Нет, давай, давай, давай. У меня баба и новый литр. Давай, давай. Так. Слушаю. Вы в курсе, что ваш друг Зуев весь отель на уши поставил? Всю ночь гостям спать не давал, и, похоже, вечеринка продолжается. А я как раз сейчас этим занимаюсь. Так, прыгаем, а я смотрю. Вот, прыгаем. О, дышать! Давайте, окружите-ка мальчика заботой. Девочки, спасибо вам, но меня уже окружили. Работай. Игорь Павлович, можно ваш телефон? Нет. Мой сил. Ну, давай быстрее. Давай, к нам сюда. Сейчас, 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 сейчас. Я сейчас. Ну, водкой, водкой нагреемся. Девчонки, остыну. Здравствуйте. Это управляющий отеля «Элеон». Нет, с Игорем Павловичем все в порядке. Он очень расстроился из-за вашей ссоры и сильно выпил. Но он очень переживает, поверьте. Ну-ка, раздевайте быстро! Кого бедона больше сто баксов? Он всю ночь только о вас и говорил. Пожалуйста, приезжайте. Спасибо. Как вас, Дарья? Дарья, у меня к вам вопрос. Как в артье? Да. Наш Петр Алексеевич. Как у него с личной жизнью? Не поняла. Господи. Женщина у него есть? Что ж ты так по краснелкам сама с ним спишь? Шучу, шучу. Ну, ходит кто-нибудь к нему? Да я как-то не видела. Не ходит, значит. Непорядок. Петр Алексеевич. Да, это я. Здравствуйте еще раз. А у меня идея. Давайте с вами поужинаем сегодня. Конечно, это будет деловой ужин. Семь. Семь часов. Я жду вас в ресторане. Ну все. Нет, у тебя больше мужика-то. Что? Я говорю, закажите мне столик. На семь часов в ресторане. На мое имя. Ага. Кость, ничего не хочешь мне рассказать? Нет. Костя. Настя, если ты про вчерашнее, то я всего час рубился в танчике. А так совещание было с Петровым Алексеевичем. Какие танчики? Откуда у нас в туалете деньги? Вообще-то я тебя хотел спросить. Откуда в Степкином подарке вместо машинки оказались деньги? Не поняла. Все равно не поняла. Я тоже. Хорошо, давай рассуждать логически. Единственный человек, у которого есть такие бабки и ключи от квартиры, это твой папа. Ну а зачем ему забирать машинку и класть в пакет деньги? Видимо, у него были какие-то причины. Тебе не стыдно у внука подарок красть? Да я ему туда бабу лавкил. Вот о такой пожарке я мечтал все детство. Жалко только, водой не брызгай. Пап, привет. А ты у нас дома деньги прятал? А где? Только здесь? Пап, давай ты будешь делать заначки у себя дома, ладно? Все, пока. Это не папа. Ну, Игорь Павлович, ну, ну, сейчас, ну, пойдемте. Ну, сами меня куда-то тащишь. Ну, Миша. Ну, сюрприз. Я не хочу сюрприз. Миша, я хочу праздника. Праздник. Миша, ну, вот это... Не, не, не. Вот это все, брат, дело нормальное. Ай, красота, давайте, айтите наш ручеек? Игорь Павлович, им некогда петь, у них работа. Кудрявые дети, сипей. Кто у вас тут главный? Я? Сколько тебе денег платят? А, мне без разницы. Я тебе нормально, тебе в 10 раз больше надо. Все, номера. А вот эта красавица мне сегодня будет петь колыбельным. Бородатому одинокому мужику. Надо было на цыгана учиться, а не на инженера. И денег побольше, и работы веселей. Надо было это Елеоноре с ноги дать. Нормально бы красиво уволилась. Все, сейчас же ему звоню и говорю, никаких ужинов. О, девчошки-кохотошки. Я вас прилягу на секундочку, ладно? Арсений Андреевич, вы все, фламбэ, обдышались. На фламбэ, ну, Арсений Андреевич. Мне сказали, приехал Зуев из этого трансбаса, Гукашка. Я не помню. Всех поют, кто к нему заходит. Ой, вот я решил проверить, правда, говорят, или не правда. Ох, правду сказали. Даша. Да. Надо твоего Петюна поить, чтобы он на ужин не пошел. А если Елеонора завтра снова предложит ему поужинать, ну что, каждый день его поить? Хай два раза в день. За счастье надо бороться. Отлично, Сос, я предлагаю за это выпить. Ох ты, Господи. Вот так вы решили проблему? Перенесли пьяный дебош на всеобщее обозрение? Ох, смотри, 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 Мишка, как это, а? Забавно, смотри. Все, я вызываю полицию. Только полиции нам не хватало перед иностранными журналистами. Тем более, чтоб Яный Зуев без боя не сдастся. Медведь тоже. Тогда придумайте что-нибудь. Вы же у нас мастер интриг. Когда он угомонится? Ну, парень крепкий, дня полтора еще продержится. Вырубать его надо. Да как? У меня в комарке баллон с сонным газом. Нужная вещь. Я иногда на даче соседей мог под дверь пшикой, чтобы спать не мешали. Не надо, не спрашивай, откуда эта государственная тайна. Дядя Боря, газ это перебор. Газ, говоришь? Ты уверена, что мне надо туда идти? Слушай, ну он просил, чтобы кто-то из руководства пришел. Может, все-таки, Вим, гость? Ладно. Ты кто? Я хозяин отеля. Бери, я тебя поздравляю. Не хочешь помочь? Настя, вообще-то я про деньги думаю. Знаешь, я знаю, откуда деньги. Человек-паук принес. Деньги принес, а мозги унес. Помнишь, на Степкин день рождения он подарок своровал? Знаешь, почему? Потому что он думал, что там деньги. Кость, ну откуда у аниматора столько денег? Он же Человек-паук, а не Робин Гуд. Может, они банки крабят. А может, их вообще банда Человеков-пауков? А к нам домой деньги как попали? Бэтмен принес? Я хотя бы варианты предлагаю, ладно? Полисуйся дальше. Я еще подумаю. А как тебе не стыдно? У меня сейчас встреча. Я хотел позвонить. Отменить. А ты... А ты ему телефон сгрыз, собака. Быстро этот газ действует. Мгновенно. Я самого иногда вместо снотворного пользую. Ты прям газовец-затейник. Игорек, я обещал человеку прийти. Я приду к человеку, скажу, что не приду и вернусь. Честно, я ему... Тяженька, голубчик, я тебя буду ждать. Честно. Я тебя буду ждать. Я тебя буду ждать. Честно. Хорош. Пойду проверю. Пойду проверю. Давай. Все спят. Противогаз бракованный. Что? Боря, держись, Боря! Если это не твой папа, сто процентов не Человек-паук, он что-то пудово не Степка. Настя, может, это ты принесла пакет с деньгами из отеля? Как? Я не знаю, как. Перепутала пакеты и принесла чужой с деньгами. У тебя муж Мегамаск. Ну, значит, нужно отнести их обратно. Да? И как ты планируешь это сделать? Минуточку внимания! Уважаемые гости и работники отеля, если кто-то потерял пакет с кучей евро, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне или к моему мужу Константину. Нет. Мы отнесем их к Софии Янам и пусть она сама решает. Ну, Костик, ну это же не наши деньги. Я знаю, просто я к ним уже как-то привык, как будто они наши. Да. Далеко собралась? Нет, мне надо... В общем, я ему звоню, он мне не отвечает, я переживаю. Может, ему плохо. Пускай ему лучше будет плохо Зуева, чем хорошо с Леонурой. Петр Алексеевич? Петр Алексеевич? Да, что? Что? С вами все в порядке? Да, да. Просто я жду... Леонора Андреевна, чтобы сказать ей, что я не придумал, в ресторан, потому что точно далеко. Как оказалось. Девушка, а у вас есть ключ от ее номера? Да. Можете открыть ее, а то здесь ждать все твердо, а там диван... Я там подожду. Да, конечно. Я в норме. Боря, Боря, Боря! Боря! Черт! Боря! Стоять! Стоять! Ага. Михаил Джикович, журналисты будут через пять минут, а вы? А я через минуту буду. А что у вас за шум? Не знаю. Наверное, по-моему. Майна. Настя, а если тебе красную спортивную машинку, мне джип, Степке новый велосипед. Костя, эти деньги мы отдадим Софии и я на мне. Настя. Если дойдем. Откуда в отеле медведь? На ресепшене надо спросить. Стой. Не шевелись. Может, уйдет. У тебя в номере его нет. У Зоева тоже пусто. Только цыгане спят. И где он? Ну, точно не в трезвом уме. У меня просто вдруг стало интересно, а почему вот такая красивая женщина у меня вдруг одна? Видимо, потому что слишком красивая. А я загибарил тут что-то. Ну, да неважно. Выхожу, все спят. Стало мне так одиноко. Давайте выпьем. За нас. За два одиночных. Давай. Мы вызвали службу поводлова животных. Скоро может? Вы же сказали, что он спит. Может, уже выспался? Пожалуйста, не убивайте его. Он очень красивый. И богатый. Жекович, ты что, мою наливку в одно лицо влечишь, что ли? А? Ты же, нет, Жекович, я тебя знаю. Ты же с табором приехал. А ну-ка, эй-эй-эй! Ай-ни-ни отсюда! Давай, ай-ни-ни! Надо же цыганский, а честно. Выпил и заплатил. Дамы и господа, добро пожаловать в Россию и в отель Элеон. Мы сделаем все, чтобы ваше пребывание в Москве было максимально комфортным. Пожалуйста, располагайтесь. Привет. А Россия вполне тебе. Красивые женщины. Говорят по-английски, никакого тебе снега и медведей. По-моему, я поспешил с выводами. Перезвоню, если выживу. По-моему, я поспешил с выводами. Перезвоню, если выживу. Трофа. Спокойно. Не бойтесь. Это сюрприз. Русский ручной медведь. Поводите его отсюда. Я не могу. Я знаю, просто он танцует. А просто ее уводят, я не знаю. Поводите их. Все отойдутся. Ты что меня позоришь? Люди приехали из других стран. Что они о нас подумают? Ну-ка пошла отсюда быстро. А он вообще в хлам пьяный, понимаешь? Я ему. Патрик Алексеевич, с вами все в порядке. А у меня? Да, дверь. Мне вообще не надо Селянорику говорить. Ну, к ней я забурелся в номер. Не, ну, может они решили того? Бизнес объединить. Ну, я не знаю. Это просто было ужасно. Куда он пошел? Спасибо за идиотские советы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok